Пассажирские перевозки всегда на особым контроле у ГИБДД, а в последнее время безопасностью в общественном транспорте озаботились и законодатели. С июля вступили в силу новые требования к автобусам, перевозящим пассажиров. Если раньше тахографами обязывали оборудовать только междугородние рейсы, то теперь и пригородные. Именно наличие, исправность и, собственно, показания тахографов проверили инспекторы Центра технодзора в ходе специализированного рейда. Несколько экипажей расположились на въезде в город. Проверка сплошная, останавливают буквально каждый автобус. Проверяется, разумеется, все документы, проверяется тахограф, наличие огнетушителя, аптечек, проверяется вплоть до резины, которая установлена на колесах транспортного средства. То есть идет полнейшая проверка транспортного средства. Мы проверяем в первую очередь, каким выпускает его на линию. То есть, разумеется, должен быть путевой лист, в котором есть отметка механика. И, соответственно, проверяем, так ли транспортные средства проходят предрейсовый осмотр, все ли у них хорошо в момент перевозки пассажиров. Безопасность пассажиров зависит от состояния не только автобуса, но и водителя. Тахограф работает беспрерывно, фиксируя все длительные остановки транспортного средства и время беспрерывной работы. По распечатке инспектор понимает, соблюдает ли водитель режим, установленный правилами. Обмануть прибор или незаметно подделать его результаты невозможно. Беспрерывно водитель имеет право двигаться не более четырех часов, после чего он обязан сделать остановку, отдых, войти в режим отдыха не менее 15 минут и далее через каждые два часа по 15 минут отдыха. Когда мы останавливаем автобус, производим внешний осмотр тахографа, соответственно, наличие пломб, его целостности. Соответственно, если данные требования нарушены, то тахограф не отвечает требованиям законодательства. И режимы, которые он фиксирует, могут быть недействительными. В ходе массовой проверки грубых нарушений у перевозчиков выявлено не было. Но статистика показывает, ослабить контроль в этой сфере нельзя. От этого зависит безопасность слишком многих людей. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.